Недельная глава Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня недельная глава БЭАР, с нами Раф Лайтман. Здравствуйте, все. Ведущие Ури Шабтай и Гелад Шадмон. В главе очень много деталей, краткое содержание главы. Глава БЭАР касается законов экономической структуры общества. В начале главы говорится о повелении, полученном Моше на горы Синай, соблюдать заповедь Шмиты, покоя земли в каждый седьмой год. Далее следует повеление о законах Йовеля, юбилейного года, выпадающего на каждый 50-й год. А если скажете, что же будем есть в седьмой год, я пошлю вам благословение мое в шестой год, и он доставит урожай на три года. И так смогут выполнять заповедь седьмого и пятидесятого года, не заботясь о пропитании. Затем описываются другие законы, продажи дома или имущества, законы выкупа дома или поля, законы владения левитов, запрет продавать города и дома левитов, законы продажи человека из среды сынов Исраиля в рабство и отношения к ним, и глава завершается запрещением создавать себе идолов, кумиров и камни с изображением. Раф Лайтман, все эти образы сразу увлекают нас в торговлю, коммерцию. Нет, нет, это духовный закон, не делать себе идолов, кумиров и камни с изображением и так далее. И здесь говорится не только о деньгах, хотя многие делают много денег и на этом сегодня. Что сказать? Шмита, покой земли, это является очень великой и святой вещью. Факт, что Шмита, год покоя, выполняется только в земле Исраиля. Это когда человек использует свое желание только ради отдачи, во благо ближнему, ради любви к ближнему, может таким образом выполняться заповедь Шмиты. Что значит Шмита? Мы находимся в исправлении души, которая включает в себя Шесферот, Хагатны, Хесед, Гураг, Теферет, Нецехот, Исот. А седьмая сфера, которая как Субота, как Шмита, покой земли. И семью семь, это сорок девять, и затем следует пятьдесятый год, Ювель. И отсчет Омера. Да, и в исчислении Омера мы то же самое проделаем. И это ступени, по которым мы поднимаемся. Шесть свойств в себе мы можем исправить, а седьмое свойство, которое включает их Малхут, мы не способны исправить. И поэтому мы оставляем ее в покое. И то, что мы не делаем, то есть не производя исправления в этом. Это то, что называется соблюдением Субботы, так же, как соблюдение седьмого года, года покоя земли. И я после всех исправлений, которые я произвел, я принимаю закон, тот, кто не трудился в канун субботы, что получит в субботу. То есть, как ты получишь то, что выполняется в субботу? После того, как ты исправил все шесть дней, это входит в седьмой день, и там раскрывается. И поэтому у тебя в субботу есть вдвойне, как и по трапезам, и по традициям всем, все там вдвойне. И то же самое в годе Шмиты, в седьмом годе покоя земли. Что если бы мы исчисляли это тоже в соответствии с нашим временем, то как существовать? Я должен на самом деле в шестой год закончить год, собрать урожай, чтобы мне было достаточным и на седьмой год, когда я работаю, и на восьмой, пока не взойдет новый урожай. То есть, на самом деле, здесь существует необходимость в шестой год получить в тройне, по сравнению с обычным. Что это значит? Что когда мы поднимаемся со ступени, со ступень в исправлении души, когда мы переходим ступени, мы проходим три стадии. Первая, вторая, третья, и только четвертая стадия раскрывается. И таким образом мы поднимаемся. И это символ того, что Малхут мы не можем исправить, а только переступить через нее, когда она собирает в себя все вещи, является следствием всего, что происходило раньше. Это не называется, что мы не зарабатываем в субботу или в шмиту, или в юбилейный год ювель, а наоборот, именно благодаря исправлениям мы можем все сделать, продавать, покупать, делать такие исправления, которые мы не делали в прошлые, на прошлых ступенях. Так же, как и здесь, на седьмой ступени, и так же семь, семью семь, раскрывается особое исправление, когда то, что ты выиграл в предыдущих состояниях, ты сейчас получаешь. То есть, это не является пустыми годами, а наоборот, это время получения вознаграждения за все, что ты вложил раньше, за все свои усилия, которые ты вложил раньше. Так касается шмиты седьмого года. Да, так касается шмиты, теперь относительно продажи дома или выкупа дома, мы должны знать, что в духовном дом это является облачением человека. Есть то, что называется мозг, кости, жилы, плоть и кожа в самом человеке, а есть корень, душа, тело, это сам человек, далее облачение и чертог, то, что называется дом. Облачение это одежда, а чертог, все, что находится вне человека. И здесь говорится, что именно в это время, на этих ступенях или в эти годы ты можешь исправить эти желания, которые являются очень большими желаниями. Это продажа домов, это владение левитов, города. Это не просто прийти к таким уровням. И сейчас по отношению к рабам, относящихся к сынам Исраэля. Также продать, купить, выйти из рабства. И еще очень важная вещь, это последний запрет не создавать себе идолов и кумиров, что тоже является большой ступенью. Нам нужно понять, что эти уровни Шмита и Ювель относятся к уровню бины, когда бина и малхут должны соединиться вместе. Бина — это свойство отдачи, желание отдачи хафетсхэсет, а малхут — это наоборот, желание эгоистическое, с самого начала испорченное. И здесь стоит цель соединить их вместе. И то, что называется «и пойдут они вместе», как говорится, орут и номи в исправлениях. А здесь символом субботы и юбилейного года Ювель, седьмого года покоя Шмиты, является то, что малхут объединяется с биной, поднимается на уровень бины, включается туда в намерение отдачи, и оттуда проистекают все законы субботы. Запрещено касаться желания получать, исправлять его, и все работы по этому, потому что работа это исправление малхут, запрещено их делать, 39 видов работ и так далее. То есть все эти вещи мы изучаем с уровня связи бины и малхут. Наше желание получать эгоистическое с свойствами Творца, свойствами бины. Так мы изучаем то, о чем говорится в этой главе. И поэтому он называется Баар, на горе, что именно в подъеме, когда ты поднимаешься к Творцу на уровень бины, там ты получаешь этот закон. О, субботе, шмите, годе покоя, юбилейном годе. Накопилось много вопросов, переходим к этапу вопросов и ответов. Тут очень-очень много вопросов могут в этой главе подняться. Давайте рассмотрим с точки зрения релевантной для нынешней нашей жизни. Мы знаем, что экономика, все, что мы пытаемся сделать, успеха не достигает. Были самые разные экономические системы, не достигают успеха. Сегодня кризис во всем мире. Он ясновиден, экономисты об этом пишут. Что показывает нам экономика? Она отражает наш эгоизм, что мы неправильно работаем с эгоизмом. Если ты начнешь немного заботиться о нем, работать с ним и направлять его к любви к ближнему, к любви, поручительству, взаимному пониманию, взаимоучастию общему, к поручительству во всем обществе, ты начнешь чувствовать, насколько это эффективно во всех областях жизни. И здесь мы тоже должны понять, смотри, все эти законы даны людям, когда не было экономики, как сегодня. Когда сегодня у тебя есть банки, ты можешь торговать с различными государствами, странами, все, что ты получаешь от них, тогда человек все получал от земли. И что, ты вдруг можешь прекратить работать и не прекращать получать урожай, отчего ты тогда будешь жить? И мы должны понять, что здесь есть проблема и рациональное отношение к миру. И это исходит, на самом деле, если мы находимся не в соответствии с законами других народов, а в соответствии с законами народа Израиля, что называется прямо к Творцу, ты должен произвести исправление малхот, когда вслед за тем, как ты связываешься с уровнем бины, со свойством высшей отдачи, с высшим светом, ты должен дать возможность этому свету действовать. по сути дела, год покоя земли шмита, это когда ты оставляешь свое желание, ты его не исправляешь. И если ты сейчас не получишь свыше силы для этого желания, у тебя не будет силы исправлять его, и поэтому тебе необходима эта ступень, когда воздействует свет с более высокого уровня, с уровня бины, и тогда ты наполняешься этим светом, и тогда потом ты можешь исправить в шести свойствах ты можешь исправить эти свойства в душе, и снова ты должен сделать это наполнение с уровня бины, и снова получить от нее силы исправить. То есть суббота приходит не как следствие, конечно же, она приходит как следствие тоже шести дней работы, то, что сказано, тот, кто не трудился в канун субботы, что он получит субботу, но ты также берешь отсюда и далее силы на следующую неделю, для следующего исправления, для следующей ступени, поскольку каждая неделя это следующая ступень, и то же самое с седьмым годом покоя земли Шмита. То есть перерывы это не те перерывы, когда ты взял то, что было раньше, но ты находишься в итоге того, что было раньше, и ты берешь себя тогда на следующую ступень, на шесть лет вперед. Что-то мне здесь не ясно. Если бы мы это выполняли в духовном, если мы это выполняем в духовном, я согласен. Но если бы сейчас телепрограмма посвященная экономике, и вы говорите нашу экономику... Нет, 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 мы и так не можем идти. А как? Но только когда мы внутренне сопровождаем это исправлением наших желаний, подъемом их на уровень бенеев, желания отдачи. И это не делай ближнему того, что ненавидишь сам. То есть экономика не может возлюбить ближнего как себя. Прежде всего не вредить ближнему, прежде всего не думать о том, что можно использовать ближнего. А как сейчас выстроить правильную экономику в новом времени нашем? Ты ничего не можешь сделать, а так как сегодня попросили у меня выразить мнение относительно европейской экономики во всем, что там происходит, наши товарищи едут в Брюсселе там будет конгресс, и они задали мне очень много вопросов о демографии, экономике, о социальной помощи, тому, что происходит в Европе, там просто ужасные вещи происходят. Я сказал им, что нечего делать, все это можно исправить только с помощью предварительного воспитания. Только с помощью воспитания. ты должен поднять человека на уровень, когда он понимает, где он, в каком мире он живет, и перед какими проблемами мы стоим, кто нам их посылает, почему мы должны именно так себя исправить, что мы выиграем вследствие этого, есть ли у нас выбор или нет, в чем заключается наш свободный выбор, как человек делает, выполняет все эти вещи. Прежде всего мы должны прийти к тому, что человек получает воспитание, в новом интегральном воспитании, когда он понимает, что вся природа является замкнутой, все зависят друг от друга, и он понимает, что необходимо прийти к взаимному правопоручительству, это первое условие. А как же это связано с теми законами, которые мы изучаем, 50-й год, 7-й год, я понимаю, все это надо выполнять. Но ведь не ты, нет, это не так, ты должен это делать в связи с другими, со всеми, со всеми людьми, создать такую базу из своих исправленных желаний, исправленных по отношению к ближнему, и так все во взаимном виде, чтобы в этих желаниях именно раскрылся Творец. То есть, вы говорите, что новая экономика, в новое время, это построить общественную инфраструктуру. Именно так должно быть, иначе ты видишь, что мы не можем прийти ни к какому соглашению, даже плана нет у них, даже плана, я не знаю, каких-то фантазий, даже этого нет, они не знают, как выйти из этого состояния, они живут... А как же выйти? Только у них собирается долг все больше и больше. Как же построить эту инфраструктуру, эту основу, о которой вы говорите, как это сделать в современном обществе? Мы снова... Нет, мы об этом не говорили, не говорили, мы сказали, что это шорчный шамали в уши, хали, или мозг кости, жилоплодь кожи. Мы не говорим об этом, мы говорим о желаниях, поскольку весь наш мир это является проекцией неисправленного желания света. Как ты видишь образы в кинотеатре, ты видишь белое-черное. Что такое черное? Отсутствие белого. Когда я кидаю тень на свет, создаю тень, я должен нейтрализовать себя, чтобы все стало светом, и тогда ты сможешь раскрыть себя в мире совершенным и вечным. Если мы говорим о свете, то свет нам приходит из книги Зор, и отрывок из книги Зор говорит именно о Ювэль в 70-м и 50-м годе. Гэй это покой для высших и нижних. Поэтому есть верхняя гэй давая бина и нижняя гэй давая малхут. Это следует из Ют Эй Вав Эй структуры имени Творца. То есть, как он раскрывается человеку, творению? Верхняя гэй это покой для высших, нижняя гэй и покой для нижних. Верхняя гэй 7 раз по 7 лет или 49 врат бины, нижняя гэй только лишь 7 лет. Нижняя гэй называется 7-й год Шмита, верхняя называется 50-й год Ювэль. То есть, малхут и бина, как мы изучаем. И тогда 49 ступеней между ними это то, что мы исчисляем также в исчислении омер, пока не достигаем омеров шавуот, то есть, полной меры. Все проистекает отсюда. То есть, все наши исправления, ты видишь, что малхут является собранием всех наших желаний, необходимо поднять все их на уровень бины, хафетс хэсет. Это не конец, это только середина, поскольку, тем самым мы производим исправление хафетс хэсет, желание отдачи. Как сказал старец Илель, не делай ближнему того, что ненавидишь сам. Это только половина пути. Вторая половина пути это как подняться с уровня бины на уровень кейтер. Это возлюби ближнего, как себя. Это уже дополнительная работа, но, по крайней мере, к этому необходимо прийти как к условию того, что далее будет у тебя урожай. Ну, а урожай, что это означает? Урожай это награда за желание получать, когда ты в нем уже начинаешь работать со своими килимодачи, чтобы накормить мир. Как я это сегодня могу объяснить в нашем мире, что человек, если прекратит получать урожай в седьмой год, сможет прожить? Нет, это не так. Ты опять с этим вопросом. Если мы сначала не воспитаем человека, он не то, что не поймет. Ты не понимаешь, если ты меня спрашиваешь об этом. Как возможно? Прежде всего, должно быть воспитание. Наше воспитание делится надвое. На образование, скажем, и само воспитание. В образовании ты должен объяснить им обо всем процессе, проходимом человечеством, о системе управления и надзора. Каким образом мир устроен в соответствии с высшим миром. Как законы опускаются в наш мир, то есть силы, и как они приводят действие наш мир, как эти силы пробуждают в каждом решимой информационную запись, информационный ген, который нас развивает, и мы развиваемся изо дня в день. Из мгновения к мгновению, каков процесс, его направление, цель, к которой необходимо прийти. с помощью чего мы можем управлять нашу судьбу как двумя вожжами. И тогда мы придем с миром к конечному совершенному состоянию. И если ты не объясняешь человеку всю эту систему, мир, где он находится, вся физика мира, и все его функционирование, и движущая сила, и все на самом деле. подойди к человеку и скажи прекрати работать. Но это то, что здесь написано. Нет, этого не происходит. Но мы слышим, хлеб, который прошел 50-й год, хлеб, который прошел 7-й год. Ну, это понятно. Невозможно сделать все в совершенстве, если ты не осуществляешь это в духовном корне. Это понятно. Еще одна интересная тема в этой главе говорит о понятиях сын и раб, и Зор об этом очень интересно говорит. Здесь сказано о двух ступенях этих сын и раб говорится в этом отрывке. И сказал мне, ты раб мой, Исраэль, в котором я прославлюсь, и сказал мне, ты раб мой, это ступень раб, левая линия, Малхут, Исраэль, это ступень сын, правая линия Зерампен, и когда они в полном единстве говорится, в котором я прославлюсь. Да, то есть, тогда оба они находятся в средней линии. Когда мы должны с одной стороны, то, что называется раб творца, это большая ступень, с другой стороны, сыны вы для творца вашего, это другая ступень. Как мы можем сочетать эти две вещи? Это как устная, то письменная, то Зерампен Малхут, мы должны прийти к состоянию, когда ступень раб и ступень сын не находятся в противоречии между собой, две эти ступени. Два эти состояния просто связаны друг с другом, и тогда они достигают средней линии. То, что называется экраном точки хирик, как мы изучаем. И так мы продвигаемся. И об этом я и хотел спросить. Раб, как вы сказали, это... это вроде ничтожность проявляется. Да, то есть раб Творца, раб Божий. Но мы знаем, есть законы, запрет продавать иудеев в рабство, выкуп еврея-раба. То есть сын и раб, человек находится посередине. Не сын и не раб, а оба вместе. То есть он их обоих приводит в действие. Да, он включает их вместе, правую линию и левую, приводя их в одно целое. То есть все эти названия по отношению к человеку, работающему и приближающемуся к Творцу, и любое название говорит о определенной виде связи с раскрытием Творца. Если так, переходим на этап терминов и понятий. На этапе терминов и понятий двумя-тремя предложениями мы определяем самые важные понятия в главе. Первое понятие экономика. Экономика в духовном это чем я питаю душу свою. Мы знаем, мне трудно это выразить в простых словах, мы знаем, что в душу может прийти свет только в то время, когда она находится в слиянии с Творцом, в той мире, в которой она находится в слиянии, Творец наполняет ее. Это называется, что он питает душу. Как прийти к этому? С помощью исправления желания. Любое желание, насколько ты исправил его с получения на отдачу, сразу же наполняется в соответствии с этим и в той мере, насколько ты ее исправил, высшим светом. это является правильной экономикой. Если это экономик, то что такое продажа имущества? Продажа имущества. Есть такие исправления в нашем желании, когда мы не способны работать с ним. Оно очень большое. Есть перед ним такое наслаждение, которому я не способен противостоять, и я продаю его. В особенности это относится к большим желаниям, которые называются левуш облачения и халь чертог. И тогда я вывожу его из обладания как имуществом и вывожу вне области, в которой я работаю и нахожусь. А что такое шмита, покой в седьмой год? Шмита это связь со ступенью бены, когда приходит высший свет и исправляет все, что было раньше и дает мне силу для следующей ступени, и поэтому есть здесь особые суды по отношению к долгам и продаже имущества и так далее, которые находятся под покрытием бены, свойства отдачи. Какой смысл понятия земля в духовном? Земля это желание. Есть земля, есть почва, есть земля, есть поле, да, есть и поле тоже, и в соответствии со ступенью, на котором находится желание, такое название мы и даем желанию. И в соответствии с этим, где можно пользоваться им, что взращивать на нем, где строить дом и так далее, наш мир является картиной связи наших желаний. Не то, чтобы все уже существовало, это все вырисовывается только в нас. Мы уже задавали этот вопрос, но все-таки, что такое раб? Раб это желание, когда вследствие отсутствия исправления не может находиться в самоуправлении, но производит исправление, относя себя к уровню бины и включается в нее и относит себя к ней и то, что выполняется на этом уровне, он осуществляет. Скажем, как зародыш в чреве матери. Тогда мать полностью находится во власти матери. Что я делаю, когда нахожусь на уровне зародыша? Я полностью отменяю себя и даю высшему управлять мной. Тогда я называюсь плодом или зародышем. Это является состоянием. менее чем полминуты заключения о всей главе. Величие ступени бины, ступени отдачи, которая воздействует на нас, которая дает нам свет, которая наполняет нас, дает нам силы прийти к Кетеру, что там уже правило возлюбить ближнего, как себя, и возлюбить Творца своего, выполняется в полную силу. И это те уровни шмета и увель, которые поднимают нас дальше. Большое спасибо, Раф Лайтман, спасибо ведущим Ури Шабтай и Гелад Шадмон. Спасибо, дорогие зрители. Редактор субтитров